День добрый, дорогие друзья, уважаемые любители футбола! Я приветствую вас на стадионе «Октябрь» в Москве на вынесенном матче 10-го тура женской футбольной суперлиги. Женский футбольный клуб ЦСКА принимает сегодня красноярский Енисей. Для вас работает комментатор Сергей Курманов. Девчонки из Красноярска сдерживать чужие атаки и щипать соперника на контур-выпадах. Начинается данный поединок. Составы команд вашему вниманию. Отмечу, что стартовый состав Енисея не претерпел никаких изменений по сравнению с тем матчем, который был проведен в прошлом туре дома, причем в прекрасном манеже против Локомотива. Ну и к этому списку также, наверное, можно Рязань БТВ отнести. Есть команды, которые в середине таблицы оказываются Цирульникова. Впервые в этом матче в игру вступают, но есть еще возможность добить! Вот она и Цирульникова мгновенно оказывается в ближнем бою и не позволяет мячу в сетку ворот попасть. В составе ЦСКА нет ни одного бывшего игрока Енисея, зато у красноярского клуба есть девушки, которые ранее имели прямое отношение к армейскому клубу. Об этом позже. Свободный проход по центру. Дальний удар. Нырнула к правому углу Ангелина Цирульникова, которая наверняка подозревала о том, что был небольшой рикошет, но до мяча галкипер Енисея не достает. Угловой очередной зарабатывают подопечные Максима Зиновьева. Быстрее бы мяч еще в игру вводить для того, чтобы какими-то зонами пользоваться. Петрова направо. Кассина свечку зажигает над штрафной. Следует удар. Рикошеты, суета, паника, падение, удар, мяч, сетки, ворота 1-0. Нет положения вне игры. Вот так вот, но немытьем-то катанием, вынесли из близкого расстояния мяч в чужие ворота армейские девушки. 1-0. Вот она потеря концентрации, недоработка, ну и плюс ко всему еще и неудачный отскок даже серии подобных, что в итоге привело ко взятию ворота от Елины Цирульниковой. Первый, ну даже, наверное, полумомент, который возник с игры у ЦСКА, заканчивается голом. 1-0. Атака на полупустые ворота. Потеря еще одна. Это очень поспешно. Могла Поздеева и посмотреть, и ситуацию просканировать, и что-то другое, помимо этого удара, произвести на свет, но мимо ворот. Завершается первый тайм. 1-0 в пользу женского футбольного клуба ЦСКА. Автор гола Любовь Ященко на 36-й минуте. Составы команд сразу после свистка от Ксении Горячевой, я вам напомню. Поехали. Гости. Енисей, Красноярск. Голкипер номер 1 Ангелина Цирульникова. В центре обороны играют Екатерина Братко, 93-й номер. Ольга Капустина, главный тренер женского футбольного клуба Енисей. ЦСКА Москва. Голкипер номер 29 Анастасия Ананьева. Момент у армейских девушек. И счет становится 2-0. Перехват на чужой половине поля. И самый настоящий расстрел был учинен. Провал в центре обороны. Не успели перегруппироваться девушки из Красноярска. Тут же выстрел. И ближний угол был поражен. У Ангелины Цирульниковой не было ни шанса команду свою спасти. И автор гола, судя по всему, Анастасия Поздеева, которая очень активно также прессинговала и в первом тайме. Ну а сейчас на 47-й минуте она стала автором второго забитого мяча. Без шанса на организацию контратаки первым темпом. Вот Плынская. Ее диагональ направо. Зрячая, грамотная, четкая, точная. Падение штрафное. Нет. Повсайда серьезно. Бьет Мясникова дважды подряд. Один раз в галкипера и дальше выше ворот. Как-то все застыли в ожидании взмаха флагом от помощника главного арбитра, от Юлии Веселовой. От свистка Ксении Горячевой тоже многие танцевали, ожидая, что он вот-вот прозвучит. Однако нет. Голевейший момент совершенно для Юлии Мясниковой, которая осталась в центре чужой штрафной. Едва удара произвела Ангелина Цирульникова. С одним из них справилась, удержав тем самым команду на плаву. При передаче на ход Шаховой когда-то оказалась на оперативном просторе. Да и, в общем-то, была еще подача с края. Как-то отошла от мяча зачем-то совершенно непонятно Алексеева. Удар это мимо, но тоже попытка. Организовывался выход из обороны в атаку в первом тайме, когда слева направо мячи доставлялись на край до, скажем, той же Шейкиной. Это тоже наработка. Проникающая в штрафную здорово в атаке ЦСКА. Прострел Ангене. Гол. Нет положения вне игры. 3-0. Шестой мяч в сезоне 2. Габриэль Ангене. Классная трехходовка. Отличная передача в разрез из глубины. Прострел. Все было исполнено по нотам, как говорится. 6,10 минута. Армейские девушки повторяют счет третьего, первого матча между этими командами. Но есть еще полчаса для того, чтобы его увеличить. Будь ее воля, Смирнова бы простояла за боковой с мячом еще минут так 20, но пришлось с ним расставаться. А здесь пух. Какие фокусы в резерве у Смирновой. Навес. Классно. Удар. Цирульникова отражает мяч. Мешая состояться четвертому голу ЦСКА. Классная подача. Очень свободный, спокойный удар был нанесен. Ангелина. Все, что могла сегодня вытащить, все ее. Если первый вспоминать. Мяч постоянно у красно-синих. Прострел Цирульникова. Вбивает мяч четко на ногу. Еще удар это выше. Ворот убереглись. Сейчас на силу, конечно, гости. Подарила шанс. Второй шанс на гол Цирульникова. Таким образом Дарья Яковлева, но та в створ не попала. Третья замена в составе ЦСКА. Габиан Генеполье покидает. Играет Валерия Кузьминькова. Номер 23. Габи, разумеется, будут аплодировать. Она сегодня пополнила свой бомбардирский счет. Шесть мячей теперь. Без риска обыгрывается на коротке со Смирновой. У той вариантов даже поболее. И справа, и слева. Смирнова налево. Мягкая передача. Великолепная. Удар выше ворот. Еще один голевой момент. Отправляет в утиль Дарья Яковлева. Напомню, что минутами ранее два удара подряд она наносила. Причем явно на гол. Цирульникова сумела справиться. Здесь же ей в игру не пришлось вступать. Отметим великолепный, точнейший, мягкий перевод. Такое отквитать только чудом можно. И то для чуда надо атаки проводить, давить. Ну и на четвертый гол все-таки заходят армейские девушки. Ангелина Цирульникова. Лидеров нынешнего сезона. Подача. Поздеева дальше скидка. Развернуться нужно. Или от мяча назад откатить. Паника. Суета. Сутулака. Регби. Американский футбол. Удар. Мимо ворот. Угловой при этом, кстати говоря. Да. Тоже без каких-либо реальных опасностей. Тогда еще у ворот Анастасии Ананьевой. Ну а с 46 по 60 минуты было тотальное доминирование армейского клуба. Равно как и на протяжении всего второго тайма. Суммарно 3-0. Победа ЦСКА. Авторы забитых мячей. Любовь Ященко. Габи Онгене. И, соответственно, Анастасия Поздеева. Наши поздравления красно-синим с этой уверенной и убедительной победой. Два раза по 3-0 над Енисеем в этом сезоне. Большое спасибо Енисею за борьбу, за игру, особенно в первом тайме. Верьте, победы еще придут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!